Удар по алкоголизму и наркомании – здоровым образом жизни. В пятницу в деревне Иванцево в реабилитационном отделении Ивановского областного наркологического диспансера прошли мероприятия, приуроченные ко дню трезвости. Волейбол, футбол, настольный теннис. Спортивную пятницу пациенты восприняли на ура. Став жертвами страшной зависимости, многие просто-напросто забыли о том, что получать массу эмоций можно и без дополнительных стимуляторов. Здесь напомнили. Позитивно воспринимают для них это новые ощущения, именно новые ощущения в плане трезвого удовольствия, это возвращение в социум, в социализацию, это возвращение в семью и к здоровому образу жизни. То, что было раньше потеряно, либо никогда не имелось такого навыка. В Иванцево располагаются два отделения. Одно для острых больных алкоголизмом и наркоманией, где пациентам оказывают медикаментозную помощь в борьбе с пагубной страстью. Другое – для их дальнейшей реабилитации. Проходят они у нас курс лечения в течение 35 дней, в течение которых они проходят три первых шага программы анонимных алкоголиков. После выписки они получают поддержку пост-реабилитационную и принимают участие в группах анонимных алкоголиков, которые непосредственно в городе находятся. В центре оказывают всестороннюю помощь, хотя в основном она направлена на восстановление психологического здоровья. Здесь есть специальные кабинеты для эмоциональной разгрузки, где пациенты могут порефлексировать. Также в распоряжении диспансера вот такая СПА-капсула, которая снимает стресс и нервное напряжение. Врачи рассказывают, рецидивы случаются довольно редко. Но, конечно, все зависит от внутреннего желания человека победить зависимость. Многие после того, как для них открыли новый мир без наркотиков и алкоголя, не хотят снова превращать его в руины. Считаю, что очень эффективно, так как пройдя какой-то срок, допустим, свои вот эти два месяца, я уже чувствую какое-то спокойствие, душевное спокойствие. Ну и голова, естественно, приходит в свои чувства. После курса реабилитации не только голова. Тело тоже приходит в форму. Ведь подобные оздоровительно-спортивные мероприятия здесь не редкость.